Мини-концерт Евгений Ампилогов из Чувашии начал давать, как только заселился. Две недели назад. Сценой стала комната в студенческом общежитии. Первокурсник сразу оценил интерьер концертной площадки. Мебель, ремонт, как, впрочем, и новая жизнь. Я хотел очень в общежитие попасть. Почему? Потому что не люблю съемные квартиры. Там скучно и одиноко. Преображение общежития – сюрприз. И для пятикурсницы Гульшат Исмаиловой девушка в первую очередь заметила изменения на кухне. Три плиты вместо одной комфорки, большие холодильники, да и атмосфера, как дома. Если честно, на кухне раньше нельзя было есть вообще. Мы заходили туда просто готовить, а ели в комнату. А сейчас тут можно всей дружной компанией поесть, попить чаю, поговорить, пообщаться. У жителей общежития есть и своя прачечная. Четыре стиральных машинки, четыре сушилки. Также студенты могут здесь и погладить белье. Кстати, Энергоуниверситет – это единственный вуз, который предлагает своим студентам такую услугу. 36 лет в студенческом общежитии не проводился даже косметический ремонт. За это время здесь прожили семь поколений выпускников. И всего два месяца хватило, чтобы внутреннее убранство девятиэтажки кардинально изменилось. Строители заменили коммуникации. Окна, двери, покрасили стены в коридорах. Было вывезено 900 тонн мусора, в том числе и мебель. У нас есть программа «Комфортное жилье» каждому студенту. У нас 85% или более 80% иногороднее. Поэтому вопрос общежития на сегодняшний день стоит первый. В прошлом году мы сдали новые общежития, третьи, которые у нас, красавица, 19 этажа. А в этом году это у нас первое общежитие. Больше половины студентов – это, конечно, приезжие ребята, это ребята из других городов. И Казань является центром притяжения. Нам очень хочется, чтобы город для вас был комфортный, удобный, чтобы проходили интересные для вас мероприятия. Очень важно, чтобы из вас получились грамотные специалисты. Это настоящее событие для шести с половиной сотен студентов. Именно столько в сентябре заселилось в первое общежитие университета. Сейчас вуз обеспечивает жильем большую часть учащихся. Нуждаются еще 500 молодых людей. Но и этот вопрос на стадии решения. Планируется строительство еще одного студенческого дома. Елизавета Саляхова, Андрей Ключников, Новости Татарстана. 25 лет в жизни города. В жизни каждого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова